Добрый вечер! Это программа «Власть» в студии Виктория Наклескина. Сегодня мы с вами будем говорить о спорте, о здоровом образе жизни, всё, что касается спорта. Любой вопрос на эту тему вы можете задать нам в прямом эфире, позвонив по телефону 44-33-2. А также следить за прямым эфиром вы можете в группе ВКонтакте. Медиахолдинг Обнинск ТВ, адрес странички. Итак, сегодня в гостях у программы «Власть» председатель спорткомитета, комитета по физической культуре и спорту администрации города Обнинска, Олухов Константин Владимирович. Добрый вечер! Добрый вечер, Виктория! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Готовы ли вы сдать нормы ГТО? Таков интерактивный вопрос сегодняшней программы. Пожалуйста, звоните нам, отвечайте на вопрос, а мы будем следить и подводить какую-то для себя статистику, как оценивают свои физические возможности граждане нашего города и не только. и, может быть, желание, да, быть в хорошей физической форме. Желание сдать нормативы теста ГТО, да. Да. Константин Владимирович, в разгаре лета и каких же соревнований сейчас в фокусе находится внимание? Давайте перечислять. Ну, Виктория, наверное, сейчас в основном фокусе внимания находится такой самый главный летний вид спорта – это пляжный волейбол. Ну, вот именно сейчас, в сегодняшний день, в сегодняшние даже минуты наши спортсмены находятся в Китае, в городе Нанкинг на соревнованиях по пляжному волейболу. Это этап чемпионата, этап первенства мира. Три спортсмена, три воспитанника с дюшора Александра Савина находятся сейчас на этих соревнованиях. Ну, сейчас они сыграют матчи отборочного тура и будем надеяться, что пройдут дальше и дойдут до финала и выиграют. Пожелаем нашим спортсменам удачи. Ну, это то, что касается пляжного волейбола. Кстати, в этом году, в 17-м, он очень удачен оказался для спортсменов-пляжников. Наши спортсмены стали чемпионами первенства мира и чемпионами России. Это такой достаточно трудный путь и результат слаженной работы именно Федерации волейбола города Обнинска, Федерации Калужской области, слаженная работа с Федерацией России, также при поддержке Министерства спорта Калужской области. Все эти детали, так скажем, пазлы сложились и вот мы решили. Я думаю, что, наверное, еще и слаженная работа самих спортсменов и их тренерского состава. Это безусловно. И на самом деле мы все вместе сейчас соберемся и мысленно пошлем свои пожелания победы нашим спортсменам-пляжникам. Пусть будет она победа. Обязательно будет. Над этим работает хорошая, слаженная команда и, я думаю, нас же ждет успех. Ну, также на территории нашего города проходят соревнования, допустим, по городошному спорту. Они проходят в городском парке. Есть такой идейный вдохновитель и человек, который двигает этот вид спорта. Это Николай Николаевич Никитенко. Он всей душой радеет. Он до сих пор входит в состав команды сборной Калужской области. Николаю Николаевичу в том году исполнилось 80 лет. А спорт, на самом деле, городошный, он же очень-очень старинный. Я так думаю, что, наверное, еще и даже не в этом веке уже в него играли. Уже и в прошлом, и в позапрошлом. На самом деле затрудняюсь ответить, когда, в каком году был, так сказать, создан городошный спорт. Погуглите, пожалуйста, уважаемые телезрители, позвоните нам, скажите, когда родился городошный спорт. Нам вдруг стало интересно. А ведь спорт не имеет, по-моему, возрастных каких-то ограничений, да? Нет. Для спорта, как бы, спортом могут заниматься все, и лишь бы чувствовали себя хорошо и располагали, так сказать, нужными знаниями для занятия спортом. Как раз на эту минуту смотрим, мы готовы ли наши телезрители сдать нормы ГТО. Три человека, уже три человека сказали, да, один пока ушел в глубокий отказ. Мы будем наблюдать за ситуацией дальше. Наряду с вот этими вот привычными названиями мелькают уже не очень привычные, такие как воркаут, вид спорта. Ну, для тех, кто не в курсе, несколько слов скажите, что это? Ну, воркаут – это достаточно молодой вид спорта. Это вид спорта, основанный на работе человека, так скажем, с собственным весом. То есть, используя для этого, ну, различные тренажеры, перекладины. У нас также на базе городского парка организована, поставлена очень хорошая площадка для воркаута. Есть инициативная группа, возглавляет ее Иван Литвиненко. Он также является организатором, инициатором проведения многих соревнований по воркауту. Ну, по-моему, порядка 50 человек на сегодняшний день насчитывает их группа, которая увлекается этим видом спорта. Ну, вот так. Ну, на самом деле, можно пожелать и молодежи вливаться в этот вид спорта. Я так думаю, что, наверное, это чисто мужской вид спорта. Ну, нет, почему? Я знаю, что этим видом спорта также и девушки у них увлекаются. Тогда дороги открыты, все молодежи обоих полов. И, наверное, это как раз и есть здоровый образ жизни, когда вот так в свободном полете можно заниматься на тренажерах, которые открыты всегда. Все виды спорта хороши, только нужно заниматься, увлекаться чем-то и тянуться к совершенству, стремиться к совершенству. Город готовится отпраздновать свою очередную годовщину, 61-ю годовщину со дня основания. В программу празднования включено множество мероприятий различного плана, в том числе и спортивных событий. Давайте расскажем о них поподробнее. Если так структурировать нашу беседу, давайте начнем с зимнего вида спорта, с хоккея. С хоккея? Ну, трус не играет в хоккей. На самом деле, совсем недавно в том месяце в спортивный комитет обратилась федерация хоккея города Обнинска с инициативой организовать и провести кубок города Обнинска по хоккею. Вот в этом году у нас с Дюшору Олимпу исполнилось 12 лет, и в этот период времени именно кубок по хоккею не проводился. То есть мы как бы организовали его, проводим его впервые. И финал этого кубка как раз пройдет в день празднования дня города, 29-го числа. Известно даже время уже прохождения финала. То есть игра за третье, четвертое место состоится в 16.30, и сам финал, то есть игра за первое место в 18.30. Ну, в этом кубке города на данный момент участие принимают 8 команд. То есть есть команда из Москвы, Нарфа-Минска, Московской области, остальные наши колузские команды. Ну, хоккей летом – это здорово. Хоккей. У нас на самом деле есть ветеранская команда, сильнейшая по хоккею. Хоккей – это такое очень... Да, в этом году команда ветеранов принимала участие в ночной хоккейной лиге, которая проходила в городе Сочи. Они стали финалистами, обладателями кубка в номинации на... Олимпийская надежда, что такое похожая номинация? У нас и молодежь, которая играет в хоккей... У нас играют все возраста, по-моему, в хоккее. Это такой распространенный вид спорта в нашем городе. Да и не только, наверное, потому что ездят играть, тренироваться и в Жуков, я знаю, в Ледовый дворец. И я знаю людей, которые, вопреки всему и вопреки отсутствию времени, все равно выделяют себе возможности и время заниматься этим видом спорта. Да, Юрий, совершенно верно. Хоккей в городе активно развивается. Развивается он на базе Шора Олимп. Сейчас там тренируются пять команд под руководством опытных тренеров, преподавателей. И ребята играют в чемпионате Московской области, но это также в чемпионате Калужской области. И в том году они выиграли этот чемпионат. Это команда 2007 года рождения. Восемь человек, девять человек на эту минуту лишь, я бы сказала, девять человек готовы сдать нормы ГТО. Четырнадцать сказали нет. Вот можно поразмышлять по этому поводу. Попробуем усилить работу в этом направлении, работу центра тестирования ГТО, которая у нас расположена на базе ДЮЖ «Держава». Центр, кстати, деятельность свою ведет очень положительно с моей точки зрения. Участвует во всех фестивалях, которые проводят и организовывают Министерство спорта Калужской области. На сегодняшний день в городе Обинске зарегистрировано около трех тысяч ГТО, сдавших порядка тысячи человек, уже сдавших норматив тесты, получивших знак. Кстати, Владислав Валерьевич, ему 18 июня вышел приказ Министерства спорта Российской Федерации и присвоение ему золотого знака ГТО. Так, мы поздравляем Владислава Валерьевича. Мы будем иметь возможность сделать это лично. В программе, которая будет, мы ожидаем Владислава Валерьевича Шапшу, руководителя администрации города Обинска, 27 июля у нас в гостях. Будем знать, что его нужно поздравить обязательно с вручением этого почетного знака. А на самом деле, вот как происходит, человек должен что сначала, почувствовать себе силы физические и душевные, чтобы сдать ГТО и куда-то прийти, что-то заявить где-то? Ну да, в первую очередь, человек, желающий сдать нормативы теста ГТО, должен пройти регистрацию на сайте gto.ru. Это довольно-таки простой процесс, для всех доступный. То есть, проходите регистрацию, получаете индивидуальную номеру, затем подаете заявку в центр тестирования. Это можно сделать по электронной почте, по электронной почте, простите, gto.ru. Центр тестирования примет, обработает эту заявку и в соответствии с вашими выбранными нормативами, видами, зарегистрирует вас и впоследствии будет на сайте и центра тестирования, и администрации города размещен график, в какой день вы можете прийти и сдать этот норматив тест. А из чего он состоит, мы можем сказать? Ну, ГТО, он достаточно индивидуален, зависит от возраста человека, который желает его сдать. То есть, он колеблется от 5 до 11 видов. Ну, допустим, в моей категории обязательных видов 8, из них 4, обязательных 4 по выбору. А в какие временные рамки это все происходит? Определенные? Задача нормативов тестов как бы пройдет в течение месяца, но количество раз, которые можно передать, не ограничено. А возраст ограничен? Нет, возраст не ограничен, категория идет 70+. Это замечательно. 14 человек сказали, что готовы сдавать нормы ГТО, 20 сказали свое твердое нет. А может быть и не твердое, может быть мы изменим их решение к концу программы. Давайте вернемся к спортивным событиям. В нашем городе очень большое значение имеет вид спорта такой, как шахматы. И очень многие знают Сокрустова, который руководит, Игорь Анатольевич Сокрустов, который руководит этим видом спорта уже не только в этом городе. Расскажите, пожалуйста, что связано с шахматами на данном этапе? Ну вот, сегодня заканчивается регистрация на международный шахматный фестиваль, который проходит у нас в городе и проходит уже в 14 раз. Как раз одним из организаторов этого фестиваля является Сокрустов Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич очень увлеченный человек своей деятельностью, своим видом спорта. Он является международным арбитром и его регулярно приглашают на мероприятия мирового и всероссийского уровня. Он постоянно задействован. Также Игорь Анатольевич является тренером Анны Афанасьевой, которая на сегодняшний день чемпионка России по быстрым шахматам. Также Аня стала чемпионкой мира по решению шахматных композиций. Очень высокие результаты шахмата. Надо сказать, что эта девушка совсем юная еще. Да, она ей сегодня 16 лет, по-моему. Да, она еще школьница. Тем не менее, она и в спорте, и в школе достигает хороших результатов. На всех своих шахматах, если добавить в продолжение, которые расположены на базе с Дюшор Квант, сегодня занимается около 100 человек. И под руководством Игоря Анатольевича еще двух тренеров-преподавателей. Также мы участвуем в программах. Это шахматный всеобуч, шахматы в школу. Это дает свой большой результат для развития и шахматного спорта, и воспитания подрастающего поколения в целом. На самом деле, вот это внедрение шахмата еще даже в дошкольную жизнь, в обучении детей, это настолько развивает. Я знаю, что мамы, например, очень довольны. Родители очень довольны от тех детей, где в детском саду уже введено владение шахматами. Я не знаю, какие это будут дети, это вундеркиндов растят. Но Игорь Анатольевич знает, что делает. В общем, на самом деле, человек очень увлеченный и с очень интересными идеями шахматом дорогу в нашем городе. Сегодня шахматный фестиваль. Мы пожелаем также спортивных побед нашим участникам. Сегодня заканчивается регистрация на этот фестиваль, а завтра в 9.30 будет открытие шахматного фестиваля. Мы там будем обязательно присутствовать. Поздравим спортсменов, которые будут участвовать. А на открытии приглашают гостей или это мероприятие такое для участия? Нет, регулярно приглашаемых гостей. То есть мы можем сейчас пригласить всех желающих? Приглашать всех желающих, посмотреть это прекрасное мероприятие, 14-й международный шахматный фестиваль. Константин Владимирович, шахматы мы обсудили. К марафону, мы подбежали к марафону. Атомный марафон, который, похоже, в нашем городе становится уже традицией. И особенности этого сезона, есть ли они какие-то особенности? Виктория, на самом деле атомный марафон – это такое очень символичное для меня мероприятие. Оно связано с тем, что в том году я пришел на должность руководителя спортивного комитета города. И уже через месяц мне пришлось участвовать в организации, заниматься организацией Обнинского первого атомного марафона. Поэтому мы, так скажем, с ним ровесники в этом плане. Ну, Обнинский марафон – это, если сравнивать его с прошлым годом, где дистанция была 5 километров, и старт этого марафона находился на улице Маркса, напротив ДРК Триумф Плаза. То после определенной работы, проведенной организаторами по разбору, так скажем, полетов этого мероприятия, было решено перенести старт к Мемориалу Вечного Огня. Это более живописанное и красочное место в городе. И дистанция, таким образом, увеличилась с 5 до 7 километров. Вообще, Обнинский атомный марафон, который сейчас будет проходить, он предполагает две дистанции – это 7 километров и 21 километр. Старт будет располагаться на улице Жукова. Затем спортсмены пробегают до улицы Победа, Намира, Лишенко, до Маркса, с Марксом на Ленина, по Комарова, и дальше круг замкнулся. В этом году организаторы предусмотрели, так скажем, как и в том, для каждого участника это свой будет памятный приз. В том году это была медаль атомного марафона, которая внесла свой определенный, так скажем, кураж. То есть каждый, преодолевший дистанцию, медаль эту получил. Это очень важно для участников. Тот, кто добежал до финиша? Да, особенно для юных участников это очень важно. В этом году генеральными спонсорами этого мероприятия выступают предприятия Растер Технология и Самсунг. Самсунг предоставляет свою очередь призы – это телевизоры и мониторы для победителей этого мероприятия. Но также организаторами предусмотрен, скажем, розыгрыш призов. Для всех, кто преодолел дистанцию в 7 либо 21 километр, будет предоставлена возможность выиграть этот приз. То есть, если вам повезет, выиграйте достойный приз. В программе праздничных мероприятий спортивных есть и другие виды спорта. Тот же пляжный волейбол, о котором мы уже говорили. Ну да. Соревнования по судомодельному спорту. Что мы можем сказать по поводу этого? Зрелищное ведь соревнование. Судомодельный спорт – это достаточно интересный вид спорта. Он более технический такой. Он проходит регулярно на Белскинских прудах. Основным организатором этого мероприятия является ДСАФ. Обнинский ДСАФ России, который возглавляет Игорь Анатольевич Полухин. Он с душой относится к этому мероприятию. Регулярно интересно. То есть, эти заплывы, так скажем, проходят на достаточно высоком уровне. То есть, приезжают участники из области, Московской области. У них своя аудитория. Очень интересно, на самом деле. Приглашаем всех посмотреть это. А когда будут соревнования? Мы можем сказать число уже? Да. Соревнования по судомодельному спорту состоятся именно в день города. Начало этого мероприятия запланировано на 10 часов. Вести часам. На Белкинские пруды? На Белкинские пруды. Соревнования какие еще? По бадминтону? Ну, соревнования также пройдут по бадминтону, пляжному футболу. Особенно также по футболу. Кстати, на стадионе Труд 29 числа в 18.00 состоится матч второго круга, где футбольный клуб «Квант» сыграет с клубом «Лобня». В этом году футбольный клуб «Квант» по итогам первого круга занял первую строчку турнирной таблицы. Это очень высокий результат и большой задел ребят на победу в этом чемпионате. Это победа в первенстве России по третьему дивизиону. Это очень высокий результат. Пожелаем нашим ребятам удачи и в день города придем их поддержать на стадион обязательно. У нас есть еще одна номинация на победу. На самом деле мы во всех видах спорта можем пожелать спортсменам побед, но здесь уже победа прямо как нужна, правда? Конечно. У нас в Убнинске, ну, для меня это открытие, а оказывается уже в 15-й раз пройдет турнир по рыбби. Для меня этот вид спорта практически совсем не знаком. Поэтому расскажите, пожалуйста, что такое рыбби-7, рыбби-10? Ну, соревнования по рыбби, да, как вы правильно сказали, в городе уже пройдут в 15-й раз. У нас на территории города существует два рыббиных клуба. Это рыббиный клуб «Атом» и клуб «ИАТЭ». Ребята очень активные, регулярно продвигают свою деятельность вперед, устраивают матчи, соревнования, выезжают на соревнования, играют на выезде. Ну вот в день города этот праздник, праздник рыбби, пройдет на стадионе 9-й школы. Начало матча, в 12 часов дня начнутся матчи, участие примут 4 женских и 4 мужских команды. Ну, почему рыбби-7, да? От того, что участвуют 7 человек в команде, да? Ну, и так символично совпадает, что матч длится, один тайм длится 7 минут в рыбби. Вот, а, соответственно, 10, это 10 человек участвуют? 10 человек. А время 7 все равно минут? Да. Одного тайма. Все как-то расложилось по полочкам, по крайней мере, понять, что такое. Но все равно мы приглашаем всех на соревнования, опять же, да, на тоже зрелищный вид спорта. На стадион 9-й школу, да. На 9-й школе. В нашем городе продолжает развиваться велоспорт. Здесь и планы на построение велодорожек. И вообще, большая часть горожан в свободное время садятся на велосипеды. Когда и где стартует традиционный велопробег? Ну, вообще, в организации велопробега в городе занимается отдел молодежной политики и ОМЦ, молодежный центр. Ну, вопрос есть, на него отвечу. В городе вообще проводятся три велопробега. Это два дневных и один вот этот вечерний велопробег. Значит, сбор участников этого велопробега начнется в 8 часов вечера у ТРК «Триумф Плаза». Старт самого велопробега запланирован на 21 час. Они проедут округ по Маркс, выйдут на Белкино и завершится этот велопробег у ТРК «Триумф Плаза», где всем финишировшим финишерам будет показан фильм «Обнин спортивный». У нас есть такой фильм, в прошлом году его был создан. На большом экране будет продемонстрирован для всех участников велопробега, но и просто для зрителей, которые пришли поддержать это мероприятие. Так что, у кого есть двухколесный друг, велосипед, все приглашаются на велопробег традиционный. Если говорить о массовых видах спорта, о развитии их, что делается для развития массовых видов в городе? Для развития массовых видов спорта? У нас в городе более 70 видов спорта. Все они по-своему развиваются, и динамика развития есть во всех. Допустим, на базе общеобразовательных учреждений работает 79 секций по 22 видам спорта. И занимаются в них детей школьного, дошкольного возраста около 20 тысяч человек. И эти секции работают на базе образовательных учреждений абсолютно бесплатно. На территории города довольно большая инфраструктура спортивных объектов. Это всего их 218. Спортивных объектов. Из них 59 спортивных залов. Также немаловажную роль для привлечения к массовым занятиям спортом играют в городе фитнес-центры. Если удаваться в статистику, то по итогам 2016 года в городе занимается почти 40 тысяч человек физической культуры и спорта. Много это или мало, если брать в учет население городское, но все равно немало, скажем так, да? Да, это выше, чем по стране. И я констатирую, 36 человек уже из этих тысяч готовы сдать нормы ГТО. 48, правда, сказали нет. Ну, не будем забывать, что 500 уже сдали. 500 уже сдали. А можно говорить статистику какую-то между знаками, они же не золотые и серебряные? Больше золотых серебряных? Нет, а приобретает все-таки серебряный знак, как бы золотой он требует достаточно усилий. Тогда вперед на спортивные объекты, скажем так. А как раз по поводу подготовки молодого поколения. Идет ли запись в спортивные школы города? Ну, в большинстве школ, как принято, как сложилось, да, с началом учебного года начинается запись. Но, в принципе, в спортивную школу вы после беседы с тренером, преподавателем по виду спорта, на который хотите записаться или записать своего ребенка, это может быть в индивидуальном порядке, как бы, ну и, в принципе, в любое время. Заниматься спортом никогда не поздно. И никогда не рано. И никогда не рано. 37 и 48, так разделились голоса телезрителей, так что ждите еще 37 человек в центрах норм сдачи ГТО. И, наверное, в конце, вот прям осталось буквально у нас сколько-то секунд до конца программы. Давайте пожелаем горожанам что-то ко дню города и нашим спортсменам, наверное, которые сейчас в начале спортивных соревнований. Ну, всем спортсменам хочется, как всегда, пожелать удачи, отсутствия травм, побед, главное. А зрителям, ну, все-таки, приглашаем вам сдать норму теста, травмативы теста ГТО. Заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и всего хорошего. Спасибо вам большое, Константин Владимирович, за интересную беседу. За то, что вы рассказали о том, что грядет спортивного в нашем городе. Я думаю, что многие присоединятся, потому что спорт всегда зрелищный, и это всегда подстегивает начать заниматься самому. Не растеряйте свой пыл, смотрите соревнования, занимайтесь спортом. Спасибо вам большое, что были с нами эти 30 минут. До следующей встречи. Всего доброго. Спасибо.